И немного о технике, до чего она дошла. Говорит, не техника дошла, да я сама сюда дошла, на лыжах. Ну, чтобы на пляже работать, когда резко подует ветер. Да если вдруг холодно резко станет, вдруг будет минус 30, минус 50, то такие решили поработать. Проблем нет. Дождь, ураганы, нет никаких проблем. Лягушка прыгнула, пускай сидит, пускай трясется лягушка. Ходорная система, это совершенно уникальная вещь. Сейчас мы перейдем в направлении. Промышленный призр может трястись и все будет окей. Напечатываем все, что нужно. КПК. Еще один КПК. Планшет. Еще один планшет. Еще, еще. А этот купили. В павильоне Патриот представлен не только российский производитель, но также и иностранный. Чайная Павильон. Опять. Опять вешки. Golden Evil. Китайская одежда. Танцовая фирма — она выпускает сейфы. Одни из самых лучших. И фирма Valberg, промеция. Видите, шкафы шелестные, практика тоже есть. Смотрите, машина будущего, на крыше у нас датчиковое движение, беспроводная тачка, гибридная. Давайте посмотрим характеристики, а нет, их тут нет, Toyota производит, привет всем, что это за манекен, Nira в управлении робот-аватар. Макета артистической стации, и этим всем занимается разработкой нашим ФТИС Долгопрудного. Кондиционеры, печки, мобильных кладочных лагерей. Завтра идем на рафтинг, нам бы пригодилось. Система пожаротушения страшная. Посмотри, как перевели Камара. Сейчас, сейчас. Это представители из Пакистана решили нас удивить. Камара, так, вещей униформ. Смотри, неправильно, перенос природосберегающий Е одна не переносится. Ну, в их языке, видимо, переводится, переносится все. Ну, бывает. Это просто немножко улыбает. Давай халаву возьмем. А 10 рублей они? Да, да. Они хорошие качества. Две пары, да. Ну, в принципе, все, встретите. Да, а дайте еще тогда нам пять. Китайцы привезли бронежилеты. Ходите, выбирайте, можно купить. Вон, что ваш камер. Систенционно управляемый модуль Welcome Military. Компания Радиорубеж производит, видимо... Мне напоминает луноход. Вот, если вам луноход нужно на грязку, можете заказать. Медленд Муртия предлагает всевозможный милитарь мерч. Сумки, кепки. Тапки. Есть гости из Южной Африки, но техник они не привезли. Только показывают на стендах. Что у них и как. ЮАР довольная. Хорошая страна. Это не вся Африка. Естественно, у них много технологий. Видите, какие мощные дроны имеются. Роботехнические системы пилотируемые. У меня это лишь надо распознать сюда. Боксы. Таким боксом можно топить. И все будет в сохранности водонепроницаемой. Думаете, что это? Думаю, всем нужна. Думаю, покупайте. Это сушилка для обуви. Для ваших герзачей. Еще ряд планшетов. Уже другой фирмы. Тут лягушек нет. Унитаз для того, чтобы быстро вертикально встать. Пассуары антивандальные. Даже в плохом настроении, чтобы вы не смогли разрушить данную технику. Как мать Чувашия. Только это, по-моему, какая-то защитница. Скажем людям, что здесь такие штеги используйте, если придете на данную выставку. О, глядите, можно сразу записаться на военную сумму по контракту. Тут пункт отбора. Вот мы в последнем павильоне. Возможно, в последнем представленном. обмундирование. Похоже на гражданское, но в том же тот самый момент с военным предназначением. Все характеристики как износа устойчивости, терморегуляции. Все для военного. Давайте еще по кругу пройдемся. Не все возможно успею потом захватить, но все же не без сути. Приходите, чтобы двинуть своими глазами. А сейчас, конечно, продолжим нашу экскурсию. Гость из Казахстана представляет нам оборудованную промышленность данной страны. сaras на полной жизни. На первой рамке. Здесь гость из Беларуси. Хинер бойн, торг! Это реально мой рекорд. Все, я на этом останавливаюсь. Больше следить за рекордами я точно не буду. Много мерча. Война тематика. Для детей. Для быта. Лыжи. Вручи, пожалуйста, приз. 89. Есть измельчаки, которые... Небольшой интерактивчик для гостей. Для детей. Это задача пить по груши и показать максимальную мощь. Давайте посмотрим, как человек это сделает. Поэт готов. А я напоминаю, что у вас есть вкуснейшие бесплатные грохи. Чтобы получить, нужно всего лишь подойти и показать любую очередь в магазина армии России. И вам барист сделает стаканчик. Стаканчик или стакан? Стаканчик. Стаканчик из пустого кофе. Помимо прочего, вы получите еще и фотографию на память. За... Слышно видно боксер. У нас есть машины, уже кофейного пространства. У нас есть фотозона, где нужно сделать память и фотографии. Запомните этот день, как всю жизнь. Запомните, брендапинг России. Раньше был робот, который обыгрывал Каспарова шахмата. Теперь в боксе появляются роботы. А может быть, кто-то прямо сейчас хочет проделываться? Знаете, вот шахматы середины. Просто я и тут фотографировался, а может только будешь со мной. Шахматы, да. Красавчик. Обычно производственное объединение РУСБИТЕХ. А, на Астролинукс как раз она операционной 7 делает. А, на Астролинукс. Вот оно что. Наверное, многие слышали об этой операционке. Разрабатываются специально для военных. Идеот. Легкий учебный тренировочный вертолет. Здесь можно попилотировать. Аймакс Экран спросить. Спроси, можно? Идет строение. Вручают различные грамоты. Заслуги. У ребят в Анапе есть комплекс ЭРО. Оригинальная семеновая кость и макет. Не отличить. То есть 3D принтер напечатал. Круто. Лего совместимый конструктор. Лего вейки только в одной плоскости. Руки двигаются. Вверх, вверх. Ого-го. А у нас руки развязаны. Прикольно. Дрон-спасатель. Кто-то тонет на воде. Ему сразу круг. Что могу сказать? Беспилотник красивый в виде птицы. Замаскирован под птицу. А, замаскированный под птицу. Что еще? Крыльями махать будет? Здорово. Как тебе такой Elon Musk? Смартфуд. Если мы на Марс попадем, то мы быстро развернем нашу ферму. Еще присутствует стенд. Говорится, что 70 лет прошло с ядерного испытания. Историческая информация. Приходите с детьми, прочитайте. И будет интересно. И вам тоже. Тут показаны испытания ядерной бомбы в 1949 году. Верхний ряд. Самолет-танк. И какая-то оборонительная тема. В самом начале как было и как стало. Уже после взрыва. Немного из историй ядерных реакторов. Первый реактор. Обыча урана. Как перевозят. Курчатов. Научный руководитель. По атомной проблеме. Первый советский атомный заряд. Ядерная бомба. Пункт управления. Ну, кстати. Первый советский атомный бомба. Ее не передали на вооружение. На новой земле 55-м году такую испытывали. Так, друзья. Завершаю репортаж. С данной выставки. Армия России. Всем, кому понравилось. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Поехали. Поехали. Продолжение следует...